А вот где всплывут секретные материалы австралийских военных и в чьи руки они могли попасть? Неизвестно. Примечательно, что утерянные на зеленом континенте документы содержат подробные отчеты о наблюдениях за НЛО. Два месяца Министерство обороны потратили на поиски пропажи, но безуспешно. Правда, один файл обнаружить все-таки удалось. Рапорт о загадочных явлениях и феноменах в Умера. Это испытательный полигон центральной части австралийской глубинки. Другие бумаги официально признаны пропавшими или уничтоженными. В прямом эфире поговорим с Александром Семеновым, президентом Ассоциации экологии Непознанного. Александр Евгеньевич, добрый вечер. Добрый вечер. Почему в последнее время все чаще можно услышать про потерю австралийскими военными сведений по НЛО? С чем это связано? Ну, честно говоря, мне кажется, что это просто раскрутка вот такой истории. На самом деле никуда они не утеряны. Первое объяснение простое. Просто для того, чтобы общественность на основании акта о свободе информации, приславшей запрос, отстала от военных. Они вот два месяца делали вид, что искали и сказали, что не нашли или документы утеряны. Второе объяснение более серьезное. Дело в том, что в связи с финансовым кризисом, в том числе и международным, еще в 2000 году ВВС Австралии попросила наблюдателей отсылать свои наблюдения в полицию. А сами, а сами, вовсе не означает, что они утратили свои архивы. Они у них остались. Естественно, можно предположить, что эти архивы, ну, допустим, куда-то отошли, утеряны. Но думаю, что такой истории, как в Советском Союзе, когда они действительно были уничтожены или проданы нам за гроши, в Австралии не было. И, наконец, третий, самый вероятный вариант такой. В Австралии, как и в любой другой стране, много секретных служб. Штук, наверное, 6 или 7, если мне память не изменяет. И точно так же, как в Соединенных Штатах Америки, в 1998 году финансирование Конгрессом работ, связанных с аномальными явлениями СНЛО, было переведено из Пентагона в ЦРУ. Точно так же могло произойти и в Австралии. Таким образом, сейчас, вот на протяжении последних, скажем, там, 10 лет, вполне вероятно, что все эти данные по-прежнему собираются просто под более серьезным таким грифом. Собираются они каким-нибудь агентством по разведке безопасности или управлением по национальным проектам, или, значит, какой-нибудь службой контрразведки и так далее, ждут своего часа. А Австралия как-то отличается в уфологическом плане от остальных уголков планеты? Там, может быть, есть что-то особенное, чего нет в других местах? Особенное было вот в начале этого года, сейчас скажу, что именно. А вообще Австралия большой континент, сравнительно, но очень неравномерно населенный. Поэтому вот в этой прибрежной зоне, когда, где основная масса населения, может быть, и НЛО там и меньше наблюдается, а в центральной части, благодаря этим огромным просторам, где они могут летать, там народу просто мало. В этом смысле особенность такая территории. Другой стороны, уфология австралийская, она еще достаточно молода. И вот в этом году, по-моему, в марте было объявлено широко, что там пройдет международный, первый австралийский международный уфологический конгресс. Однако он не состоялся, потому что матушка природа распорядилась так, что началась жуткая совершенно буря, потоп какой-то, прям дождями все было залито. И вот это вот уфологическое сообщество не смогло провести, значит, там свое собрание. А что же касается наблюдений НЛО как таковых, ну, как в любой другой стране, поскольку феномен НЛО это глобальная, значит, проблема, наблюдаются НЛО, наблюдаются шаровые молнии, наблюдаются различные другие такие интересные явления, которые периодически, так сказать, сотрясают общественное мнение, общественный интерес, как это было, я с ним помню, не изменяем, в 2006 году. Примерно так. И вот если, коротко, возвращаясь к изначальной теме, к исчезнувшим документам в Министерстве обороны Австралии, так, может быть, сами инопланетяне и выкрали их? Да никто из него не украл, просто они не выдаются общественности, вот и все. Ну что ж, спасибо, это был Александр Семенов, президент Ассоциации Экологии Непознанного.